Друзья, всем привет! Сегодня у нас по традиции криминальное дело. И если ты еще не с нами, то обязательно присоединяйся. А теперь возвращаемся к делу. Понедельник, 17 июля, 2023 год, 13.00. Сибу, Филиппины. В полицию поступает звонок. Мужчина сообщает, что на обочине дороги обнаружил большую картонную коробку, от которой исходит неприятный запах. Вокруг летает стая мух. Сотрудники немедленно выехали на указанный адрес. Картина была поистине страшной. Коробка, перемотанная скотчем, а в ней тело девушки. Один из охранников подразделения признался, что в 7 часов утра, когда патрулировал этот район, видел ее, но проигнорировал. Подумал, что это мусор. Место преступления сразу же привлекло внимание зевак. Сотни людей столпились. Всех интересовало, что же произошло. Сотрудники пытались отогнать жителей подальше, особенно в тот момент, когда открывали коробку. На вид убитая от 20 до 30 лет. Туловище было обмотано упаковочной лентой и накрыто белым одеялом. Лицо с трудом узнаваемо. Руки и ноги связаны проволокой. Некоторые части тела были в синяках, что указывает на то, что жертву пытали. Она была одета в черные шорты и белую куртку с капюшоном. Из особых примет – татуировка на левой руке. При себе никаких документов, мобильного телефона тоже не было. Первоочередной задачей было узнать личность несчастной. После приступить к расследованию. Новость о страшной находке сразу же транслировалась по всем местным каналам. Цвет волос, примерный рост, возраст, наличие тату, представлены фотоодежды. На следующий день, во вторник, 18 июля, в полицию поступил звонок от 20-летнего Геравилы Сайты. Парень сказал, что по одежде и приметам узнал свою подругу, 19-летнюю Рэю Мэй Токма. Сотрудники сразу же связались с родителями девушки и вызвали их на опознание. Отец Ромео Токма жил в другом городе и сразу же первым рейсом со старшей дочерью Ротчи приехал в Сибу. Страшные опасения подтвердились. Начальник полиции выступил на местном канале. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшей и пообещал, что подразделение найдет изверга в кратчайшие сроки. Жизнь Рэи Мэй Токма была насильственно отнята неизвестным, и мы требуем справедливости для нее. Я призываю общество объединиться, чтобы поддержать ее семью. И призываю к тщательному расследованию этого отвратительного преступления. Рэя Мэй Токма родилась в 2004 году на Филиппинах в городе Джасан. Она была младше из трех сестер. Родители развелись, когда Рэе было всего три года. Ее воспитывала старшая сестра Ротчи, которой на тот момент было уже 14. Она заменила ей мать. Отец бывал дома редко, поскольку мужчине приходилось очень много работать, чтобы обеспечить троих дочерей. Мама дочек практически не навещала. Она переехала в Кагаян, в восточный Мисомис. Близкие вспоминают Рэю как добрую и послушную девушку, которая всегда ставила семью на первое место. 18 июля в 2023 году надежды увидеть, как она вырастет успешной и счастливой, были разрушены, шокирующей новостью об ее внезапной гибели. После школы Рэя поступила в колледж и переехала к своей старшей сестре в город Панабо в Давао-дель-Норте. Ее сестра, 31-летняя Ротчи Токма Пабласьон, была тем человеком, кто всегда поддерживал Рэю. Младшая сестра, в свою очередь, всегда помогала Ротчи с воспитанием ее пятилетнего сына. Рэя всегда хотела работать в полиции и изучала криминологию на первом курсе, но на втором передумала и перевелась на туризм. В 2002 году девушка вовсе решила бросить учебу и попросила у сестры разрешения найти работу в Давао. Ротчи настаивала на том, чтобы Рэя окончила колледж и получила диплом, но та очень хотела поскорее устроиться на работу и стать независимой. Она была тверда в своем решении и не послушала уговоры. Вся семья думала, что Рэя живет и работает в Давао. На самом же деле, 11 июня в 2002 году она переехала в Сибу и устроилась на работу в ресторан. Правда, вскрылась не сразу, лишь через несколько месяцев, когда Рэя попросила сестру забронировать билеты с Сибу. Она была очень добрая и ранимой, никогда не перечила, если я на нее ругалась. Рэя умела признавать свои ошибки и всегда за них просила прощения. Она очень уважительно относилась ко всем нам и скрыла свой переезд, поскольку боялась, что мы будем против. Возможно, она не хотела нас расстраивать, сказала Ротчи. Рэя ежедневно созванивалась с близкими, говорила, что у нее все хорошо, работа нравится, живет в достатке и очень счастлива на новом месте. Она должна была приехать к близким на праздник, но вместо этого вернулась домой в гробу. Семья умоляла общественность помочь, обратиться в полицию, если кто-либо знает информацию, которая поможет раскрыть имя или имена извергов и выяснить, что же случилось с Рэей. По просьбе матери поминки были организованы в Кагаяне. Рэю похоронили 29 июля. У девушки не было известных врагов. Кто, а главное, за что так жестоко с ней разделался? Тогда на эти вопросы еще предстояло найти ответы. Согласно судебно-медицинскому отчету, лицо Рэи было обожжено горячей водой. Все тело в гематомах, синяки на запястьях, на животе глубокая ножевая рана. Ни родители, ни близкие, ни друзья не имели понятия, кто мог так жестоко с ней поступить. Каков мотив этого страшного преступления? Полицейские связались с соседкой по комнате, в которой жила Рэя. Она сказала, что та ушла 16 июля. Да, она не пришла ночью, но это не вызвало беспокойства, поскольку Рэя иногда оставалась на работе в две смены. Да и в принципе она совершеннолетняя и не обязана была отчитываться о своих передвижениях. К 20 июля следователи восстановили записи с камер видеонаблюдения с того района, где раньше жила девушка. На них видно, как 16 июля погибшая в 25 метрах от пансионата садится на желтый мотоцикл и уезжает. Полиция призывала общественность сообщить любую информацию о водителе мотоцикла. Самого водителя также призывали прийти в участок, чтобы пролить свет на ужасное убийство. Видеозапись была передана в региональное подразделение по борьбе с преступностью для улучшения качества видео, но номерной знак разглядеть так и не удалось. Водитель был лицом, представляющим интерес, и мог играть важную роль в раскрытии преступления. Начальник полиции заверил водителя, что он не должен бояться давать какую-либо информацию, и ему будет предоставлена защита. Страшная новость о жестоком убийстве транслировалась по всем местным каналам. В полицейский участок пришла девушка, которая пожелала остаться анонимной. Она сказала, что 16 июля купила с рук мобильный телефон. В галерее обнаружила фото Реи. Девушка сказала, где покупала телефон. Изучив камеры того района, сотрудники извлекли фото человека и сразу же по телевидению разместили скриншот. Просили всех, кто узнает парня с видео, сообщить в полицию. В субботу 29 июля сотрудники арестовали Симеона Габутера, 22-летнего строителя. Он признался, что является человеком с камер и в том, что продал телефон. Но при этом клялся, что не причастен к убийству 19-летней девушки. Он утверждал, что не имеет понятия, кому принадлежал мобильник. А если бы знал, то ни за что на свете бы не согласился на это. Он сказал, что его попросил сбыть телефон мужчина по имени Габбисон. Симеон продал мобильник за 1700 песо. По его словам, он отдал все деньги заказчику. Тот вернул ему за работу 500 песо. И добавил, что эта сделка должна быть секретом. Продавец телефона сказал, что когда увидел свое фото по телевизору, то очень сильно испугался. Он не сдался властям, поскольку боялся, что его обвинят в этом страшном преступлении. Меня обозначили как подозреваемого. И если я не могу доказать, что это не я, то я могу стать виноватым, сказал он. Габбиса наарестовали уже на следующий день, в воскресенье, 30 июля. Его доставили в полицейский участок на допрос. Мужчина сказал, что не понимает, что происходит. Клялся, что не просил продавать никакой телефон. И точно не убивал Рею. Более того, он даже ни разу ее не видел. Ему удалось предоставить алиби на 16 июля. В итоге его исключили из числа подозреваемых. Получалось, что Габбутера лгал. Но почему решил подставить именно Габбисона? Ответ прост. Между ними был серьезный конфликт. Можно сказать, что они были сильнейшими врагами. Габбисон выразил искренние соболезнования семье погибшей. Он проникся горем и не сдерживал слезы. Хоть Габбисон и был замечен ранее в некоторых криминальных делах. Но, как он сказал, дети для него это святое. И пожелал, чтобы изверка быстрее нашли. И наказали, кем бы он ни был. Сестра Рэй приняла его соболезнования и извинилась за то, что ему пришлось быть участником этого дела, хотя он ни в чем не виноват. Казалось, что преступление почти раскрыто. Но на самом деле расследование зашло в тупик. Следующие 10 дней полицейские не давали каких-либо комментариев по делу. А в четверг, 10 августа, появилась новость. Убийца под стражей и дал признательные показания. Городская фискальная канцелярия расшифровала внесудебное признание Семена Габбутера, которое он дал 9 августа. Парень признался, что он в одиночку убил Рэю Мэйтокма и спрятал ее тело в коробку. Затем выбросил на обочину дороги. Полиция не просто полагалась на показания свидетелей признания Габбутера. Она также получила вещественные доказательства, такие как результат теста ДНК. Его кровь совпадала с кровью, которая была под ногтями Рэи. Со слов парня, они познакомились через фейсбук. Сначала мило общались, затем закрутился роман. Они начали свои отношения 5 декабря в 2002. Семен утверждал о том, что не знал, что Рэя находится в Сибу. И работает в ресторане, в том числе и в ночные смены. Когда правда вскрылась, он очень сильно разозлился. Через несколько недель после первого удара произошел второй и третий. Сначала ему сообщили, что у Рэи есть другой молодой человек. За тем, что она употребляет наркотики. 16 июля 2023 год. Согласно официальной версии, Габбутера договорился о встрече. Рэя пришла пьяная. На вопрос, есть ли у нее другой молодой человек. Девушка ответила, что у нее действительно есть общение с мужчиной, но он является просто другом. После Симеон пригласил ее домой. Закрыл комнату. Сказал матери, братьям, сестрам не заходить туда, поскольку у него гости. Габбутера сказал, что сначала они просто разговаривали. Но он разозлился, обнаружив приспособление для употребления наркотиков в сумке любимой. И задушил Рэю, схватив руками за шею. Все произошло в одно мгновение. Когда парень осознал, что натворил, то не представлял, что дальше делать. Поступил, как ему подсказала интуиция. Обмотал тело проволокой, завернул в одеяло и положил в коробку. Семье сказал, что подруга ушла. На камерах видно, как мотоцикл. Управляемый Габбутера в 22.17 выехал из Ситио в город Сибу. Пассажир, который держал коробку, был его младшим 13-летним братом, который утверждал, что Симеон попросил его помочь довезти коробку с мусором. Мальчик уверял, что не знал, что находится в ней, да и не спрашивал об этом. Ему было все равно, что внутри, поэтому он без проблем согласился на поездку. Когда они добрались, то просто выкинули ее на обочину дороги, затем поехали обратно. На последних кадрах видно, как они проезжают возле общественного рынка Тиса, который находится всего в нескольких метрах от места, где было найдено тело. Младшего брата не судили, поскольку не было доказательств того, что он знал об убийстве, к тому же он был несовершеннолетний. Телефон был продан за 1700 песо. В своем внесудебном признании Габбутер рассказал, что выдумал историю с участием Габбисона, лишь потому, что он хотел ему как-то навредить. Корреспонденты приезжали в дом к матери Симеона, Эльзи Габбутера. Женщина сказала, что в тот вечер действительно не заметила ничего подозрительного. На следующий день она, как и все жители города, узнала о жестоком убийстве Рэи Токма, но, конечно, не допускала мысли, что ее сын может быть причастен к этому преступлению. Эльза, как мать, очень сильно переживает, но если действительно будет доказана его вина, женщина согласна с тем, что Симеон должен понести наказание. В конце интервью Эльза выразила соболезнование семье. Габбутера извинился перед семьей Рэи за то, что он сделал. На суде он сказал, «Я прошу прощения за то, что убил ее, но хочу заметить, что я также являюсь жертвой, жертвой нарушенного обещания. Ведь я должен был жениться на Рэи после того, как она закончит обучение». Водитель мотоцикла, которого Рэя наняла, чтобы отвезти ее, также появился на суде и заявил, что только недавно понял, что он был водителем жертвы. Он узнал свой мотоцикл после того, как видео стало вирусным в социальных сетях. Рэя заплатила ему 300 песо, чтобы он отвез ее в сетю. Жестокое убийство было раскрыто в кратчайшие сроки. И день, и ночь над делом работали несколько команд следователей. Против Симеона Габбутера были собраны неопровержимые доказательства. Ни у кого не осталось сомнений, что именно он совершил это страшное преступление. Генерал полиции Энтони Аверин заявил, что доволен результатами расследования. Дело об убийстве Рэя Токма должно послужить хорошим примером для будущих полицейских расследований. Ведь оно сочетает свидетельские показания с физическими и документальными доказательствами, такими как ДНК, судебно-медицинская экспертиза и записи с камер видеонаблюдения. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом у меня все. И по традиции, фотографии, которые не пропустит YouTube, я опубликую в своем телеграм-канале Лос Криминальный, ссылка на который будет оставлена в закрепленном комментарии. Если вам нравится, как Лос делает для вас видео о криминальных историях, то очень прошу поставить лайк и написать комментарий. Ну а если не нравится, то напишите, что именно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok